Праздник Святой Троицы Праздник Святой Троицы Праздник Святой Троицы Ощущавшие свое сиротство здесь на земле Вдруг почувствовали радость Ощутили всей полнотой своего естества Радость пребывания с Богом На них почил Дух Святой И они получили не только лишь Какой-то из даров Святого Духа Которую люди получали Об этом читаем в Ветхом Завете Получали периодически Дар пророчества Дар разумения Дар управления народами Дар мудрости знаний Дар молитвы и так далее Или совсем недавно Господь им дал дар Прощать грехи Но сейчас они получили не один лишь из даров Они получили само присутствие Само почивание Бога А именно Духа Святого На каждом из них Но Вот сейчас Мы уже люди На протяжении двух веков Осмыслившие Что произошло Говорим об этом так Мы говорим так Что люди В этот день Получили Ипостасное свойство Сына Божия Вот Дух Святой Который исходит Всегда Исходит от Отца И всегда почивает на Сыне С этого мгновения Стал почивать на апостолах И на тех Кто идет след за ними Это свойство Самого Сына Божия Это свойство самого Христа Мы видим Что с этого мгновения Христос Стал для нас Братом Он для нас Бог Но мы стали Как Он Он нам отдал Все что имел Все что ему дал Отец Все это Он отдает Людям Вот В день Пятидесятницы Эту великую радость Почивания Духа Святого В праздник Святой Троицы Есть такое Обычай Украшать Храмы Цветами Постилать На пол Обильно Траву Украшать Стены Храма Веточками И маленькими Дерцами В чем Смысл Этого Обычая Но Благочестивое Сердце Христиан Высматривало Разные Великие Вдохновляющие Смыслы Этой Традиции Ну вот В Евангелии От Луки Описывается То Как Господь Послал Своих Учеников Приготовить Горницу Для Тайной Вечери И вот Именно В Евангелии От Луки Говорится Что это Была Горница Устланная Она Была Устлана Коврами Может быть И травой Она Была Устлана Потому Что Здесь Должна Была Состояться Трапеза На которой Апостолы Именно Возлежали Как это Было Принято На Востоке И вот Дух Святой В день Пятидесятницы Сходит На апостолов Собравшихся В этой же Горнице Устланной И вот Церковь Святая Подражая Обстоятельствам Этого Великого Свершения Божественного Пытается И Внешнюю Обстановку Воспроизвести Именно Так же Чтобы И по Внутреннему Человеку Мы Восприняли Духа Святаго Всей Своей Полнотой Как Это Было В случае Апостолов И вот Может быть Поэтому В том числе Может быть Поэтому Храмы В день Пятидесятницы Устилаются Травой И И еще Вот Люди Церковные Знают Что Во время Богослужения В некоторых Моментах Богослужения Священники Священнослужители Стоят В храме Не На Голом Полу А Под ноги Подстилается Ковер А Православные Архиереи Вообще Постоянно В храме Стоят На Коврике Это Знак Это Символ Реальности Состоящей В том Что Всякие Служащие Богу И возносящие Нему Молитвы Он Становится В определенном Смысли И мере Неземным Он Поднимается Над землей И вот Ковер Знаменует Именно этот Дар Святого Духа Но Мы конечно Понимаем Что Господь Пришел И Дар Святого Духа Ниспослал Людям Не для того Чтобы только Архиереи Священники Возвышались И были Как бы Неземные Уже здесь На земле Он Этот дар Дает всем И в день Святой Троицы Осознавая Всеобщность Дара Святого Духа Мы все Заходя в храм Стоим Не на голом Полу Не на голом Помосте А стоим А стоим На неком Естественном Ковре На этой Постилке Истрав Мы возвышаемся Над землей Мы как бы Неземные Конечно Это На нас Накладывает Великую Ответственность Не только Стоять Как бы Над землей Расправившись И благодаря Бога Это налагает Ответственность На нас в том Чтобы мы И сердцем И умом Воспаряли Богу И в нем Видели Свою Радость Потому что В этот день Он убедил Апостолов И убеждает Нас Что На этой Земле Земле Изгнания В юдоле Плача Мы не являемся Сиротами А его детьми Продолжение следует...